В зале казаки, местные жители и кадеты казачьей школы. На повестке дня – выбор атамана Юровского хуторского казачьего общества. Почетные гости – атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый и заместитель главы Анапы Сергей Козлов отметили продуктивность работы местного казачества. Плоды работы видно, это атаманы в целом всех казаков, но особо хотел бы подчеркнуть вопрос – это создание казачьих классов. Нигде нет такого количества казачьих классов, как в юношном обществе казачьих. Действующий атаман Евгений Нечаев отчитался за деятельность казачьего общества, которое он возглавлял последние годы. Решение губернатора о создании казачьих классов и казачьих школ Кубанин нами не обсуждалось. Первая казачья школа в муниципальном образовании город-курорт Анапы – это наша школа номер 18. С сентября этого года открыло 12 казачьих классов и 3 класса с группами казачьих направленностей, в которых обучаются 370 юных казачат из 740 учащихся, что составляет 50% учащихся. Главным конкурентом Евгения Нечаева на пост атамана стал местный казак Иван Безуглов. Однако жители и казаки и в этот раз поддержали прошлого руководителя, в связи с чем конкурент снял свою кандидатуру прямо во время сбора. Голосование показало, что пост сохранится за Евгением Нечаевым. И казаки, и жители села переизбрали его единогласно. Приятного аппетита! Человек достойный уважения. Это было видно по поведению казаков, по поведению зала. И сколько он является атаманом, никогда. От атамана районного казачьего общества не было никаких претензий к атаману Нечаеву. И, как я уже вам сказал, это было видно по реакции зала, и то, что его избрали единогласно. Единственное пожелание, о котором я говорил, это увеличение численности казачьего общества. В завершение сбора атаман-таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый за вклад в развитие казачества в сельском округе наградил ценными призами самых активных казаков. А творческие коллективы Дома культуры подарили свои номера. Редактор субтитров А.Семкин